Девушки отдыхают Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 18 мая 2017 года четверг, по одному из старинных 37-й день месяца посева на речении 7525 лета Смитца. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Изумрудные скрижали гермеса тресмегиста. Знакомство с источником». Автор-сказитель Вадим Мосин. Здравия тебе, Вадим! Здравия, Алексей! Здравия всей честной публике! Но прежде чем начать эфир, мне хочется зачитать обращение, которое можно считать коллективным нашим от всех сотрудников Народного Славянского Радио, от всех соратников. Звучит оно так. Сегодня, 18 мая, ранним утром в Москве на 52-м году жизни после тяжёлой болезни ушёл из жизни главный уфолог страны, руководитель и идейный духовный вдохновитель космопоиска Вадим Чернобров. Сообщение его соратников на странице в соцсетях говорится «Вадим, мы никогда тебя не забудем, и твоё дело будет жить». Команды Народного Славянского Радио и наши слушатели присоединяются к соболезнованиям родных и близких соратников Вадима. Вадим не раз выступал на нашем радио в живых эфирах, где рассказывал о звёздах, неземных цивилизациях, о времени и межгалактических путешествиях. Его эфиры всегда вызывали искренний интерес слушателей, как человека талантливого, увлечённого своей идеей и замечательного рассказчика. Благодаря Вадиму люди начинают мыслить и шире, и многогранней. Он верил, что мы не одни среди миллиардов звёзд во Вселенной, что жизнь не заканчивается здесь, на Земле. Вадим навсегда останется в нашей памяти и в сердцах, путешественникам во времени. Вот такое обращение. Светлая память Вадиму. А теперь мы переходим уже к нашей теме. Итак, изумрудные скрижали герместры Смегиста, знакомцы с источником. Вадим, давай, наверное, начнём с того, что мы расскажем, что же такое это за герместры Смегист, что за изумрудные скрижали, чему они посвящены, как они выглядят и откуда такой источник появился в доступе для людей. Так, ну, собственно говоря, я то, что скажу дальше, отражает мою личную точку зрения, естественно. Возможно, читатели и слушатели будут с ней не согласны. Ну, информация о герметическом изумрудной скрижали гуляет по интернету. Ну, к сожалению, там нет полного текста. Мне в своё время повезло. Я купил очень хороший перевод этой книги. Естественно, я ссылаюсь на неё. И рассказ идёт на основе этой книги. Значит, поскольку в своё время я заканчивал исторический факультет, нас там учили работать с первоисточниками, различать их и находить в них определённые моменты, которые позволяют сделать выводы, какие вставки в тот или иной источник были сделаны, в какое примерно время, точнее, даже не так, каким народом, с какими целями и каким общим уровнем и объёмом знаний обладал тот человек, который делал эти вставки. Так вот, изумрудная скрижаль гермеса треспегиста получила своё название от пластинки, на которые были вырезаны пластинка из камня зелёного цвета. По легендам это якобы изумруд, на самом деле маловероятно. И на ней примерно 10 изречений. Ну что это за изречения? Это выдержки из текстов, которые до нас дошли в переписи. Значит, ни одного подлинного текста изумрудно-герметического свода не существует. Всё, что получило человечество, ну, так скажем, в свободном относительно доступе, это перевод либо с греческого, либо с латыни, либо с коптского языка. Отдельные свитки. Их много. Ну как много? Не так, чтобы очень, но набралось на книгу объёмом примерно 500 страниц. И благодаря этим свиткам, ну, по крайней мере, тем, которые известны, в средние века и до наших дней, все люди, которые занимались наукой, я имею в виду людей белой расы в Европе, обращались к данному источнику. Вся химия вышла из алхимии, вся астрофизика вышла из астрологии и так далее. А всё это уходит корнями в герметический свод. Значит, различают высокий и низкий герметизм. Высокий герметизм, герметический свод, там основные тексты на древнегреческом, это диалоги о склепии и записи стабеи, лактация, фрагменты определённого учения. Это высокий герметизм, это философия и теология. Низкий герметизм — это, естественно, научные труды по магии, астрологии и алхимии. Чем этот источник интересен? Он передаёт информацию о принципах. Принципы — это то, что лежит в основе всего, и этим они цены. Принципиально они отличаются от, скажем так, многих других источников, которые навязывают широкой публике, заставляя учить тексты в школе и так далее. То есть, если вы эти тексты получите, вот о них сложно рассказывать, их нужно читать, причём перечитывать с карандашом, потому что каждый раз, читая тексты, находишь там что-то новое. У меня своя история знакомства с этими текстами. Ну, суть такова. До многих вещей докопался в своих поисках самостоятельно, потом нашёл этот текст, прочитал и понял, что двигаюсь в правильном направлении. Во второй своей книжке я как-то этот момент писал, что что такое книга? Это информация, которая застывает во времени. Книга — единственный источник, текст, который позволяет перебросить информацию на 500, на 1000 лет. Главная проблема с переводом. Но перевести с одного языка на другой, ну, в принципе, можно. Если вы запишите информацию на любой другой носитель, ну, скажем, на диск, DVD, да, ну, происходит глобальная катастрофа, уничтожаются все источники, которые могут декодировать информацию с DVD или с флешки. И потомки, выжившие после катаклизма, находят странные предметы, которые можно использовать как бусы, ставить на них чугунок и так далее. В Каирском музее лежат подобные изделия только из камня. Я их первый раз, когда увидел, ну, очень похожи на DVD, такие ровненькие, толщиной 2 мм, по-моему. Возможно, это как раз то, что осталось от предыдущей цивилизации, там записана информация, но вы её никогда не прочитаете, потому что нет источника, который бы её декодировал. Вот и всё. То, что написано буквами, высечено на камне, написано на каком-то бумажном носителе, на коже, имеет шанс прожить не одну тысячу лет, естественно, это будут переписывать. Так происходило со всеми славянскими источниками, такими как Велесова книга, да Велесова книга и так далее. Что-то передаётся в устной традиции, которую записывают. Ну, самое ценное не то, что в устной, а то, что в письменной, потому что риск потери информации в устном носителе на порядок выше, чем в письменном. Для этого человек должен хотя бы уметь читать и обладать определённым уровнем интеллекта для того, чтобы вносить поправки в текст, и чтобы они органично в него вписывались. Вот, кстати, на мой взгляд, переписчики, которые переписывали эти тексты с более древних источников, так в некоторых случаях и делали. Там просто, когда читаешь, видно, что вносились дополнения. Значит, сравнительно точно датируется редакция астрологической книги Гермеса. Это 130-60-е годы до Новой эры и первая-вторая книги Герметического свода. Это 1-3-4 века Новой эры. Значит, с книгами из серии Гермеса Тресмегиста, которые идут под брендом, назовём так, Гермес Тресмегист, такая же история, как с географическими картами. То есть есть очень древние географические карты, вот как Партулан Перерейса. Все эти карты переписывались, и первоисточник неизвестен. Возможно, он хранится в библиотеке Ватикана, куда, по словам Георгия Сидорова, перевезли Александрийскую, Фиванскую, Гелиопольскую, Карфагенскую библиотеки. То есть не сжигали эти книги, карты. Их перевезли, в нужный момент извлекали нужные карты. Так Колумб открыл Америку. То есть есть информация, что он плыл по карте, которую ему дали. С книгами герметического свода точно такая же картина, я думаю. То, что не успели церковники спрятать в свои подвалы, бережно хранилось и передавалось, всплывало в частных коллекциях. И благодаря этому мы можем получать информацию об альтернативной истории и об альтернативном мировоззрении. Почему альтернативном мировоззрении? Значит, те, кто придумал иудохристианство, настаивают на том, что изумрудная скрижаль списана с Библии и сделана определёнными людьми на основании библейских источников, в частности книга Бытия. На самом деле, когда начинаешь сравнивать первые главы герметического свода и Бытиё, да, есть общие фразы, но дело в том, что Бытиё также написано на основании тех самых первоисточников, которые никому неизвестны. Вот они были, авторы неизвестны, поэтому и сведения примерно одинаковы. На основании извлечения этих двух источников можно сделать вывод, что у них есть общая история, и примерно этот период, который они описывают, ну, мысли совпадают частично. Значит, по поводу Гермеса Трисмегиста. Я полагаю, что это образ собирательный, и возник он намного позже, ну, теми же греками, скорее всего, придуман. Как бы, кто такой Гермес Трисмегист? Открыватель всех наук, в греческой мифологии бог торговли и разумности, посланник богов, учитель людей, который дал меру весов, чисел, азбуку и так далее. Ну, нужно просто понимать, что люди древности, когда создавали Плантелон богов, это были не настоящие боги. Это были люди, возможно, с другой цивилизацией, которая осталась после Большого потопа, и которые передавали знания людям новой цивилизации, которая находилась ещё в зачаточном состоянии. Отсюда им присвоен божественный термин, но это не тот единый бог, о котором, кстати, говорится в «Изумрудной скрижане». Значит, сторонники иуде-христианства говорят, что они первыми дали миру идею единобожия. Но когда знакомишься с герметическим сводом, понимаешь, что это далеко не так. Там говорится о едином боге, создателе, причём там чётко говорится, что это ум, поймандр, и что это свет. Вот и всё. А с учётом того, что этот текст древней, чем та же Библия, ну, значит, делаем выводы. Люди и до этого знали, что создатель у Вселенной один. Кстати, там же в герметическом своде говорится о том, что Вселенная имеет форму сферы. Я говорю, эту книгу надо читать, перечитывать, и каждый раз что-то новое в ней находишь. Ну, или подтверждение своим мыслям. А как вот в боевых системах, многие ведь относят, наша школа самая древняя, мы там мастера в десятом поколении. То есть люди всегда обращаются к древности как к показателю определённого меры качества. Раз существует много лет, значит, это качественно. Ну, в какой-то мере так оно и есть. Вот с текстами изумрудной скрижали то же самое. Это идеи, которые изложены в герметическом своде, это учение белой расы. А о том, как устроен мир, и там даются ненавязчивые правила поведения, которые должен исполнять человек, ну, чтобы не сделать себе хуже в последующих воплощениях. Кстати, об этом там тоже говорится. Значит, с герметическими текстами перекликаются идеи Дзена на Востоке, и некоторые тексты, которые мы находим в Индии, в Ведах. Значит, давай по поводу ещё наделения людей другой цивилизации качествами Бога. Ну вот, если мы сравнивали, посмотрим Довелесову книгу и Велесову книгу, то в Довелесовой книге Сварак — это вождь племени, который вывел людей из гибнущего мира. А Велесовой книге — это уже создатель. Вернее, не создатель, прошу прощения, а это Бог. И в последующем пантеоне он уже значится как Бог. Ну, на самом деле, это великий человек, принадлежащий к белой расе, к славянскому миру, и очень уважаемый, который получил данный статус. Но это не тот Бог, который создал Вселенную. Кстати, в герметическом своде говорится о том, что когда идёт описание того, какой путь проходит душа, наверное, проще зачитать. Душа проходит цикл, в котором она сперва пребывает в человеческом теле, потом приобретает демоническую форму, там так и сказано. А далее она переходит в пантеон богов, подвижных и неподвижных. Они такое разделение делают. Значит, в Скрижале же говорится о том, что существует, помимо видео мира, мир невидимый, в котором правят демоны, которые связаны с планетарными определёнными циклами, которые могут оказывать влияние на погоду и так далее. В этой связи немножко пну представителей иудохристианства, которые поклоняются Иегове. Даже в православии, в правоверном христианстве, когда возносят там обращение молитвы, зачитывают текст, и конечный текст обращает человека к Иегове. Только там это замаскировано. Так вот, Иегова — это даже не бог, это планетарный демон. А о том, что это планетарный демон, он можете прочитать во Второзаконии, где описывается встреча Моисея с той сущностью, от которой он получал информацию из мрака, дыма и огня. Ну, это не совсем божественные символы, а это символы, которые в фильмах ужасов происшествуют появлению сатаны, и демона и прочих вещей. Поэтому герметический свод, ну, нужно его читать. Сложно о нём говорить, попробуем ещё так. Герметизм — это учение о едином Творце, о высшем уме. И все тексты крутятся вокруг этой идеи. Сейчас, извините, завис на секунду. Ну, вот, например, Бог одарил всех людей рассудком, но не умом. Это не из зависти к кому-либо, ибо зависть ему чужда. Она не сходит сверху, она рождается в душах тех людей, которые лишены ума. Творец сотворил весь этот мир не руками, но словом. Вот тут, кстати, пересечение с бытиём, в котором говорится то же самое. Это глава 4, «Высокий герметизм, кубок или единство». Герметизм отсылает человека к тому, что в первую очередь душа и ум — это его главные составляющие сущности, которые связаны непосредственно с Творцом-Создателем. И о взаимодействии и способе постижения мира, ну, допустим, в высоком герметизме говорится так, «Только мысль видит невидимое, ибо она сама тоже невидима. Если ты можешь, ты увидишь его глазами ума. Вот ад, ибо Господь щедро проявляется во всей Вселенной». Вот. Поэтому развитие ума — это то, на что человек современный, находящийся в рамках цивилизации, ограниченный в своей способности воспринимать окружающий мир, должен, если он хочет себе продолжения, своему роду, да и самому себе, на что должно обратить внимание и чем нужно заниматься. Для этого существуют медитативные практики. Я называю это нехорошее слово, оно не совсем русское, ну, практики внутреннего сосредоточения. Практики сосредоточения ума, их можно назвать так, это так и есть. Вот. Нужно учиться анализировать тексты и нужно читать хорошие книги. Лучшие первоисточники. Вот. Герметический свод — это первоисточник. В добротном переводе он заменяет огромное количество философских трактатов, которые просто можно будет потом отбросить за ненадобностью. Или вы их просто прочитаете очень быстро, потому что в них вы найдёте повторение основных постулатов, которые изложены в этих древних текстах. И, собственно говоря, за обозримый период существования человечества человечество ничего нового не создало. Не выдвинут они единой мысли, которая бы не вписывалась в герметическую теорию, теорию, о том, как устроен мир и так далее. Вот. Она может уточняться, вот там, допустим, уже извините за наглость или нескромность, хотя это как бы не так. Я некоторые моменты уточнил. Но опять уточнял их не просто так, а на основании той информации, которую мне показали. Не показали, просто читал бы книги, пытался дальше развиваться. Вот дальше, допустим, как в герметическом своде описывается процесс взаимодействия составляющих. Самое тонкое, что есть в материи, это воздух. В воздухе душа, в душе ум, в уме Бог. Вот тут идут дальше ссылки на то, что такое является Бог и уточнение по переводу этого отрывка. чем хороши добротные переводы и тем, что в них вы можете прочитать несколько значений слова. Допустим, взятая из копского или с латыни, и эти слова все приводятся внизу текста. Таким образом, читая отрывок, вы можете выбрать то значение, которое по смыслу больше соответствует этому куску текста. Это как раз связано с тем, что переписчики текстов по-разному принимали ту первичную информацию, которую они списывали с более раннего источника. Но надо дать должное, судя по всему, они не очень сильно повлияли на изложение материала в тексте. Видно в некоторых случаях, что вкрапления делались греками, это греческое мировоззрение, оно здесь присутствует, такой сложный момент, я его как бы сейчас затруднюсь объяснить, да и смысла никакого нет. У греков своеобразное мировоззрение, это не в обиду грекам будет сказано, это народ, который сформировался под влиянием метакода местности и тех вибраций, которые были ему заданы при смешении с теми народами, которые пришли на территорию Греции, потому что там до этого жили люди совсем другие. Когда славян оттуда вытесняли, туда пришли другие племена. Вот эти племена, которые стали греками, собственно говоря, имеют мировоззрение, отличное от мировоззрения славянина. Хотя они являются людьми белой расы отчасти. Ну, по моей версии, это не народ один, два, три, а где-то там четыре, пять, ближе к семерке. В герметическом своде говорится о том, что наибольшее зло для людей есть незнание Бога. И, кстати, вот очень интересный момент. Именно из текста в текст подчеркивается о том, что Бога нужно знать. И это является благочестием. То есть, вот я надеюсь, вы улавливаете. То есть, познание, знание. Не надо верить, потому что веры бывают разные. Георгий Гуржиев на очень древней стелле считал текст, потом в одной из своих книг он его озвучил, что существуют разные состояния веры. То есть, вера, основанная на эмоциях, слабая. Вера, основанная на механицизме, бессмысленная. Или только вера на основе знания имеет под собой силу. В данном случае вера, знания Создателя, Бога, дают силу. И дают возможность человеку выйти на работу со своим умом. То есть, выйти на работу напрямую, на контакт напрямую с Создателем. дело это нелёгкое, потому что нет ничего более сложно преодолеваемого, как вибрационная стена, которая находится между мирами. Это, если кому-то показывали, как, из чего состоит коридор, когда туда уходит душа. Кстати, душа человека и душа живого существа уходит по разным коридорам, потому что, ну, допустим, то, что видел я, там нет животных. Деревья есть, дома есть, людей много. Животных ни одного. Общался с другими, кто может видеть определённые вещи через сны. То же самое. Нигде ни одного животного нет. Ну, для них открывается специальный коридор, то есть, если это сравнивать с каталогом файлов, каждый уходит в свою группу, в свою папочку. И, кстати, в герметическом своде говорится о том, что человеческая душа может построить только человеческое тело. То есть, вот, индусы, идею о реинкарнации, когда там человек становится деревом, насекомым и так далее, это разные типы программ. Ну, слова программы в герметизме нет, это я уже говорю как бы от себя, но близко к тексту. Сейчас, если найду, прочитаю. И сей материи, которая была в распоряжении Творца, Отец сделал тело Вселенной, дал ему объём, придал ему шарообразную форму, установил её качество и сделал её бессмертной и вечно материальной. Очень часто здесь говорится о том, что это взаимодействие связанное с постоянным созиданием и разрушением. Ну, собственно говоря, на Китае, на Востоке это символизировано в виде символа инь-янь, высокой и низкой вибрации. Что касается возвращения тел земных к их исходному состоянию, то оно заключается в расщеплении их до неделимых тел, то есть тел бессмертных, и таким образом происходит потеря, прекращение сознания и уничтожение тела. Но это сказано не про людей. Про людей сказано немножко по-другому, о том, что их первооснова не идёт в основу творения мира, а у них несколько иная жизнь. Ну, вот ещё раз про благочестие. Благочестие есть знание Бога. Человек набожный преисполнит добродетели. Он получает свои мысли от Бога, и они отличаются от мыслей толпы. Вот почему те, кто в знании, знание с большой буквы, не нравятся толпе, и им толпа не нравится. Их считают безрассудными, над ними насмехаются, их ненавидят и презирают. Их даже могут убить, ведь, как мы уже говорили, необходимо, чтобы зло обязательно присутствовало здесь, на земле. Тут его владение, низкая вибрация. Земля есть суть, место его пребывания, но не мир, как сказали бы некоторые богохульники. Однако человек, боящийся Бога, сумеет всё вынести благодаря обладанию знанием. Вот здесь вкрапление боящийся Бога не совсем то, о чём говорится в некоторых других частях текста. То есть, я на этот акцент в своей книжке тоже делал. Боязнь — термин, который проявился в терминологии некоторых народов, кстати, близких больше к народам чёрной расы, где силовое принуждение является одним из главенствующих факторов для того, чтобы общество не развалилось. как бы сейчас немного отойду от анализа текста, рассказа, точнее, о герметическом своде к следующему. Если мы посмотрим на религии чёрной расы, то там всё очень как бы плохо и всё в каком плане плохо? Основано на силе, основано на принуждении. Это касается, как иуда-христианства, которое разработали иудеи для продвижения своих идей среди народов белой расы, населявших северные территории, так и в исламе. То же самое. Народ чёрной расы создал свод законов как религиозных, так и светских, которые там переплетены воедино. И это тоже достаточно жёсткая книга, которая держит эти народы в подчинении. Но дело в том, что по-другому с ними-то нельзя. Кто взаимодействовал с этими ребятами, ну понимает, что они принимают только физическую силу и так далее. в славянских практиках, славяно-арийские веды, там описывается образ жизни совсем другой. То есть то, что человек белой расы может доказать другому зачастую просто словами через убеждение, анализ, не прибегая к силе, среди народов чёрной расы воспринимается как проявление слабости. То есть если ему в таблое не дал, он тебя считает слабым. точно так же, как мне ребята рассказывали, что в некоторых посёлках, это вот, кстати, когда война шла в Чечне, если ты ведёшь переговоры без оружия, тебя просто не воспринимают. Чем больше с тобой людей пришло на переговоры и все со стволами, а если ещё техника подъехала так вообще хорошо, то вот это приехала сила, начальство, всё отлично. Тогда переговоры идут как надо. Вот. Поэтому как бы вот эти отсылки, боящийся Бога и так далее, это вкрапления, ну они как бы не разрушают общие картины текста, но тем не менее их нужно учитывать. Любой текст, который вы будете читать, древний, вы должны понимать, что мировоззрение человека того периода, к которому относится текст, который вы будете читать, ну оно было в рамках того цивилизационного процесса, техногенного, того уровня технологий, в котором он жил, в котором жило его тело. То есть если это были средние века, ну вы услышите мировоззрение человека, жившего средние века. свое отношение к тому или иному событию он будет описывать через призму своего мировоззрения, со своей табуретки, скажем так, и требовать от него чего-то высшего, ну как бы невозможно. На месте не стоит информация. Дело в том, что весь наш мир это поток информации, нескончаемый. И то, что было тысячу лет назад, ну никогда не сможет повториться в том самом облике, в котором оно было тысячу лет. Почему? Каждый миг добавляется новая информация, стирая предыдущую. То есть она сохраняется в базе данных, но вы ее не сможете восстановить, потому что вибрация атомов, даже на уровне трехмерного тела, она безменяет тело каждую секунду, каждое мгновение. Меняются молекулы, меняется, а все меняется. Почему китайцы говорят, в одну реку нельзя войти дважды? Нельзя войти, потому что поток уносит. Вот информация тоже самая. Поэтому все фильмы, где люди снимают машину времени, ну я, да, интересно бывает снято, но бред севой кобылы, потому что как вы рекомбинируете все атомы? Та информация, которая произошла, она записана, ее можно увидеть, прочитать, было бы даже нежелание. Там очень сложные состояния, в котором вы это сможете прочитать. Если у вас нет необходимых врожденных качеств, если вы для этого создателем не создан, он вам такой инструмент не дал, то лучше это не пытаться, потому что это очень сложно. Но нужно быть полностью нейтральным, нужно не хотеть, не иметь никакого интереса, и тогда вы сможете открыть окно, которое позволит вам увидеть, что происходило в ту или иную эпоху. Ну, практической пользы от этого вы не вынесете никакой, потому что увидите вы события, дальше что? Оно уже произошло, уже все, вся картина написана, изменить ее нельзя, менять можно только в настоящем. Как говорили самураи, прошлого нет, будущего может не быть, поэтому живи настоящим. А это было воинское, военное сословие, это были очень серьезные ребята. Так вот, вернемся дальше к тексту герметического свода. Вот интересный момент, все тела созданы из материи, но по-разному, одни сделаны из земли, другие из воды, третьи из воздуха, четвертые из огня. Речь идет не о видимом состоянии вещества, а, скажем так, о свойствах, которыми обладает вода, воздух и огонь. Вот о свойствах, это то, что глубже. То есть, не вода, как H2O, потому что все эти лав содержат примерно 80% воды в связанном состоянии. А речь о свойствах вещества, которыми наделена та же вода, текучесть, допустим, воздух, способность к проницаемости, огонь, способность к проникновению, уничтожению, но в то же время и к переносу информации. Огонь самый быстрый переносчик информации, в то время как вода более сильный переносчик информации. Вот эти все стихии, которые пишут во всех трактатах по магии и так далее, это средства для переноса информации. Они используются в магии, в деревенской, там бабки это не знают, но делают с помощью предметов. Ну и с помощью слова, в том числе, и направленной воли. Все они сложные, но одни более иные менее. Первые более тяжелые, вторые более легкие. Скорость движения мира порождает разнообразие видов. Скорость движения мира. То есть это вот к вопросу об эволюции. То есть под скоростью движения мира понимается как раз тот самый процесс изменения состояния материи, изменения интенсивности вибраций атомов, которые порождают разнообразие видов. То есть динозавры могли быть на заре творения планеты. А потом, когда вибрации атомной материи изменились, то появились новые виды динозавров, естественно, логично ушли в небытие. Ну почему? Потому что изменение вибраций творения и вибраций Земли процессы, которые равновешивают друг друга. А с этим, кстати, связан такой нюансик, как невозможность точного определения жизни тех же динозавров, вот говорят, 60 миллионов лет назад. Ну, на основании чего это делается заявление? На основании анализа пород, в которых найдены кости, останки и так далее. Ну сейчас много методов разных, но всё равно всё крутится около этого. А фишечка в чём заключается? А какие вибрации у атомов были в период жизни динозавров? Да никто не знает, нет базы с чем сравнивать. Человечество знает об атомах 150 лет, вот первое изучение атомов началось 150 лет назад. То есть 150 лет назад человек начал создавать информационную базу о том, как устроен мир на основании атомарной материи. А как она работала до этого, никто не знает. Считается автоматически, что как атом работает сегодня, так он работал условную тысячу лет назад. Ну условную тысячу лет назад он может быть работал точно так же. А вот когда жили динозавры, он работал по-другому, потому что до сих пор нет ни одной теории, объясняющей, почему животные тогда были таких размеров. Считается, что это связано с изменением гравитации, но это как бы не совсем так, потому что учёные на самом деле не знают, что такое гравитация. То есть есть наукообразное описание того, что такое гравитация, но как бы это всё не соответствует действительности, когда начинаешь это всё анализировать. Вот. Вот ещё следующий интересный пассаж из высокого герметизма. У всех тварей ощущения и мышления происходят снаружи, из окружающей среды, но мир принял их раз и навсегда при своём рождении. Он имеет их от Бога. Это имеется в виду о всех живых существах планетарных, кроме человека. И связано это как раз с тем, что все живые существа обладают ограниченной способностью к познанию мира и способностью проникать в глубину мира, исследовать этот процесс и так далее. У него их просто нет. то есть это механизмы одушевлённые, которые способны обслуживать планету для того, чтобы она могла функционировать. Вот это пищевая цепочка и так далее. Для чего создана насекомая и все прочие примитивные формы, которые обслуживают растительность. Ну как? Растительность растёт, её нужно ограничивать в росте. Для этого созданы насекомые, черви и так далее. Но они быстро размножаются. Ну так конструктор распорядился. Единственный способ остановить их размножение — создать вид, который будет их уничтожать. Ну и таким вот образом эта пирамида выстраивается от примитивных существ до самых сложных. А самым сложным является человек. Он является сублимацией всех факторов, всех видов вибраций, из которых созданы всех качеств, из которых созданы все прочие одушевлённые существа. по поводу творений и по поводу возражений, которые могут возникнуть относительно того, а не выдумываю ли это я. Ну, очень всё просто. Даже не буду сейчас на герметический свод ссылаться. Поставьте себя на место творца. А это очень просто. Человек ему равен, потому что это создатель наделил человека уму. И попробуйте создать маленький такой мирок и подумайте, как бы вы его создавали. С нуля. Ну, или хотя бы вот с земли, на которой нет ни одного живого существа. Вам нужно создать фон, как в компьютерных играх, условно говоря, чтобы этот фон не прекратил существование через неделю, две, а чтобы он давал возможность существам в нём жить в цикличном периоде. Вот. И вы тогда поймёте, что процесс творения очень непростой. Вам надо начинать с чего-то очень простого, а потом перейти к очень сложным вещам. Но никак не наоборот. Создать что-то сложное, а потом очень простое. Но причём это должно во времени быть сжато. То есть создаётся простое и практически сразу создаётся сложное. И вот этот временной примежуток, когда говорят о времени, время величина ведь условная. Никто не знает, эталон времени привязан к периоду полураспада атома вещества. И если период полураспада со временем претерпел изменения, то значит время, скорость проходения потока и так далее также претерпевает изменения. И на самом деле, если так вот это всё выстраивать, ну динозавры жили не 60 миллионов лет назад, немножко раньше. Ну сколько сложно сказать, потому что непонятно, каким образом изменились вибрации атомов за период от момента жизни динозавра их ухода и до появления следующего биологического вида, точнее целой серии биологических видов. Единственное, что тут ещё можно добавить, что все последующие биологические виды появляются из предыдущих. И самое сложное в процессе творения было проявить материю из внетелесной формы оболочки в телесную. И вот, кстати, здесь разделение в герметизме идёт на демонов и проявленные тела. У нас ведь как наука устроена? Всё, что не зафиксировано приборами, это выдумки психически нездоровых людей. Ну, к сожалению, вернее, к счастью, некоторые люди могут видеть больше, чем приборы, и поэтому благодаря рассказам этих людей мы можем создавать представление о той части мира, которая невидима при помощи приборов. Так вот, мир демонов, привидений и так далее. Это пограничная среда, в которой тело лишено внешней жёсткой оболочки, но у неё присутствует оболочка её сущности. Ну, если это привидение, это душа, которая прекратила жизнь в теле, но не смогла оторваться, не имея нужного потенциала и уйти по ту сторону вибрационного барьера, а демоны это вот отдельная тема. И как бы говорить о том, что они... Сейчас подберу нужное слово. То есть герметический свод утверждает, что это существа, которые жили и созданы были изначально, да, так оно и есть, но как они трансформируются. Кто к ним проявляли... Как происходит обновление в этой среде, ну, из этих текстов непонятно. Говорится, что этот мир есть, что эти существа могут оказывать влияние на погоду, на людей и так далее. И как бы вот, кстати, на примере России вы сейчас можете смотреть эти планетарные явления, которые у нас происходят, атмосферные. Ну, они не совсем связаны с физическими процессами, которые можно наблюдать при помощи приборов. Начало это происходить в прошлом году и связано это с перетеканием высоких вибраций, в низких вибрациях в высокие. Ну, и с активностью тех ребят, которые периодически возносят коллективные молитвы, коллективные просьбы к той силе, которой они поклоняются, которая является планетарным демоном. Но это сугубо моё личное мнение, никому его не навязываю. Просто наблюдение за процессом и то, что я видел, и то, что мне показывали по ту сторону мира, ну, как бы говорит о том, что демоны существуют. Причём, можете считать меня, конечно, сумасшедшим, можно нет, но вот ещё, уж извините, я немножко опять от герметического свода отскакиваю в сторону. Для второй книги читал лекции профессора Бернштейна по психиатрии, он описывал состояния пограничные, которые наблюдались среди его пациентов. Ну, некоторые вещи, которые он описал, ну, лично я, скажем так, видел, но есть нюанс, заключается он в следующем. Я не являюсь сумасшедшим, те люди также не являются сумасшедшими. Вообще, что такое сумасшедшие? Сошедший с ума, душа, лишившаяся равновесия. Вот, душа, лишившаяся равновесия, заставляет тело совершать странные поступки, говорить странные тексты, несвязанные и так далее. То есть, она, ну, не в равновесии. А можно находиться в равновесии и видеть то же самое. То есть, человек по-разному видит. У души находящейся, не находящейся в состоянии равновесия, она ведь почему там не находится, она выходит за границы своей сферы. Из этого тело начинает болеть. Но зато она получает возможность видеть то, что не видят другие через ум. Но это ум больной. А можно видеть через здоровый ум. Это тонкий очень процесс, но если заниматься практиками, всё время медитативными практиками, тогда как бы вы приводите своё ум в состояние равновесия, центрированности и так далее, вы начинаете видеть то же самое, но при этом в отличие от души, отошедшей от своего ума, вы начинаете процесс понимать. вам начинают сниться вещи и сны, вам начинают видеться сны, которые больше вызывают у вас ощущение реальность, чем реальность, в которой вы живёте и так далее. Это очень сложно описать, но когда вы начнёте это переживать, вы всё поймёте, если у вас до этого дойдёт дело. Дальше допустим смотрим что ещё. Ум есть вера, уверовать значит совершить деяние ума, а не верить значит не иметь достаточно ума, ибо рассудок не достигает истины, но ум велик и может когда ему указывают дорогу достигнуть истины. Всё время в герметических текстах идёт отсылка к уму и к тому это уже контекст текста, что человек это может сделать только сам. Это к вопросу о том посредник в виде попа социального паразита. Значит там всё очень просто, человеческая лень. Ну вот есть вещи, которые человек должен сделать только сам, уже извините за это сравнение, но человек никто за него не справит естественную нужду. никак. Вот в общении с создателем то же самое, уже извините, конечно, это может грубовато, но очень наглядно. То есть вы можете попросить кого угодно это сделать, но оно ему надо, конечно, нет. Кроме редкой категории людей, которых становится всё меньше и меньше в сфере религии, которых называли старцами. старец это отдельная тема, и они вообще с религией никак не связаны. Они связаны с понятиями род, славянское мировоззрение и так далее. От религии у них было только то, что они находились при монастырях где-то рядом, и к ним шли люди. А потом, когда социальные паразиты начинали видеть, куда люди идут, они просто этих людей привлекали к себе. В общем, это отдельная тема и является целью данного рассуждения. Дальше вот ещё один интересный момент. Вот, кстати, опять-таки спорные моменты в герметическом своде есть, которые заставляют противоречься друг другу. Допустим, сейчас смотрите, зачитаю. Души присмыкающиеся переходят в существа водные, души водных тварей в тварей обитающих на земле, души тварей земных влетающих, души воздушные в людей, души человеческие достигают бессмертия, становясь демонами. Затем они входят в хор неподвижных богов. Есть два хора богов. Один звёзд блуждающих, другой неподвижных. Лично у меня этот текст вызвал вопрос, потому что дальше по тексту есть утверждение, что душа человека может построить только человеческое тело и больше никак. Возможно, этот фрагмент додуман, возможно, вставлен. Неизвестно. В данном случае любой текст, который вы будете читать, ещё раз просто акцентирую ваше внимание, древний, был переписан людьми. Это не книга, полученная вами непосредственно от создателя. В ней есть очень много полезной информации, но её нужно фильтровать, опираясь на современный уровень знаний, в том числе на уровень фундаментальной науки, которая накопила очень много полезной информации, которую нужно просто правильно интерпретировать. И тогда вы выходите всё равно на понимание того, что без универсального ума создателя этот мир просто не мог существовать. Так, что ещё? А, по поводу, вот тут хотел такой пример привести опять к правоверному христианству, обращаясь. В начале 90-х годов попалась мне в руки очень интересная книжица, выпущенная в типографии сейчас, Тергер-Пасад забыл. Ну, типография относится к числу тех, которые контролируют РПЦ. Но тогда там был другой патриарх и как бы просто печаталась информация, репринтное издание книги. Называлась книга «Россия перед вторым пришествием». Книга была выпущена в начале 20-го века и в ней были собраны высказывания русских старцев за период примерно 300 лет. Так вот, в 2000-е годы я такую же книжку увидел и прочитал, но изданную уже на современном русском языке. И вот половины информации там не было из той, которая была в репринтном издании. Это я к тому, что казалось бы, что там такого. Ну, есть там очень интересные моменты. К сожалению, в тот момент я не мог книжку скопировать, не было технической возможности, понадеялся на память, а зря. Забылось очень многое, но, допустим, вот такой отрывок одного из старцев о том, что после второй войны, которая выкосит очень сильно территорию Россию, настанет время, когда церкви будут лежать в руинах, а потом их начнут восстанавливать. Будет в этих церквях золото и серебро, службы будут служиться, но не будет в них людей, ибо демон поселится там. Вот и всё. Вот в книге, выпущенной в 2000-е годы, вот такого, допустим, уже не было. Почему? Ну, потому что это невыгодно определённым политическим силам и определённым социальным слоям, паразитирующим в первую очередь, для того, чтобы манипулировать сознанием людей. Но, допустим, это касается любого аспекта. В 90-е годы был всплеск издания книг, которые сейчас не будут издавать уже очень долго. Почему? Это были репринты тех книг, которые писались в конце 19-го, начале 20-го века, и когда люди искали знания, и они честно писали свои мысли, делясь информацией. В 90-е годы это переиздали. Потом на эту волну сели люди, которые не хотят делиться информацией, а строят на этом коммерческий бизнес. Я не буду предназывать людей, вы их знаете, они ведут передачи на некоторых каналах, допустим, телевизионных, а потом они издают книги, целую кучу. Тем самым, что они делают? Они девальвируют ценность идей космологии и так далее, об уфологии, и когда называешь определенную фамилию человека, это, ну все понятно. То есть имя человека и передача стали отрицательными, нарицательными. Почему? Ну, потому что нельзя быть специалистом во всем. Я, например, не считаю себя специалистом по герметическим текстам, но информацию, которую я из них черпаю. Я просто считаю необходимым донести до наших слушателей, и эта книга это первоисточник. Вот во всей своей красе, и когда его читаешь, нужно просто понимать, что он древнее, чем те тексты, которые переведены, из которых взят первичный материал. Вот. Вот тут тоже интересный аспект. Вот каким образом движима человеческая душа. Ум пребывает в рассудке, рассудок в душе, душа в духе. Дух, проникая через жилы и кровь, движет живым существом и, так сказать, несет его. Некоторые уверовали, что кровь это душа. В Библии в этом говорится. Это плохое знание природы. Следует знать, что сначала душа должна покинуть тело, потом дул должен вернуться во Вселенную, а затем кровь свертывается, жилы порожняются и тварь погибает. В этом состоит смерть тела. достаточно развернутое описание метафизического процесса, которое современная наука считывает только на уровне смерти физического тела. Вот. Вот дальше тут по этому поводу. Что ты хочешь сказать, отчий ум отделяется от души и душа от духа, ибо ты сказал, что душа есть оболочка ума, а дух есть оболочка души. только в дымном теле существует система оболочек. Система оболочек это вот та аурическая радуга, которую некоторые люди могут видеть. Это я уже говорю не по герметическому своду, но просто приходит понимание при рассуждении над определенными аспектами. Значит, если у человека активно определенная чакра и активно определенная допустим эмоция, тогда активным становится допустим аура, которая несет красный цвет, там гнев и все такое. Тело в перегреве находится, тонкое тело тоже в перегреве. Когда все хорошо, зеленая там голубая, у святых она золотисто-голубая, точно такая же, как у создателя. Я общался с людьми, которые в Рыльском монастыре застали основателя этого монастыря, он его восстанавливал после войны отца Ипполита, и эти люди обладали способностью видеть оболочки. Вот у него золотисто-голубая, он шел, говорит, в пространство вписывался, встраивался, казалось, что воздух, вот он идет и раздвигает, причем описывал человек, который профессиональный спортсмен, всю жизнь спортсменка, точнее, гимнастка, которая понимает толк в движении и достаточно рациональный человек, но вот она обладала такой, обладает способностью, вот она это мне все описывала. Ну, совпадает с моими собственными наблюдениями, а если уже как минимум два человека увидели одно и то же и честно об этом друг другу рассказали, ничего не приукрасив, наверное это имеет место быть. Ну, во всяком случае это какой-то феномен, которому следует прислушиваться, вот и все. Проблема ведь заключается в чем в информационном обмене, когда несколько людей начинают ничего не приукрашивать, передавать друг другу информацию, я допустим стараюсь делать именно так. Обязательно найдется какой-нибудь кекс, который начинает придумывать то, чего не было. Его ловишь на слове, ну, тушуется человек, из коллектива убирается и так далее. Это потому, что пойман на вранье. Если ты человек первый раз, если славянин, ну, врать не надо, ты можешь о чем-то не говорить, но не ври, потому что здесь ты вступаешь, твоя душа вступает в конфликт, то есть программного обеспечения. Мысли, слово и дело не должны расходиться между собой. правила наших предков, мы по нему должны жить. Ну, если вы хотите сохранить цельный ум и не сойти с ума. Как только вы начинаете отходить от этого правила, вы закладываете себе основу для деградации своего рода. Она такая будет незаметная, но она будет. и для личного сумасшествия. Я таких людей наблюдал, причем они, как правило, из руководящего, но не только сектора. Если вы не развиваете свой ум, а в старости, когда ваше тело уже не сможет нести, ваши мышцы ослабнут и так далее, дальше вы попадаете в следующую ситуацию. Душа начинает тратить свою энергию на поддержание тела. За счет чего? За счет тех центров, ну извините, этого герметизма нет, но уж затронул, скажу, а в моей книжке-то написано. Ну кто не читал, скажу для тех. Интеллектуальный центр не работает, с него энергия перекачивается, перекачивается условное слово, на поддержание тела. На выходе там образуется, ну не пустота, но уровень мировоззрения, миропонимания, мировосприятия падает. Почему среди стариков столько много, особенно среди мужчин, людей, которые там лет после 60, когда у них нет тяги к творческому процессу, это вот их особенно касается, они начинают очень быстро сдавать и с ума многие сходят. Я таких начальников наблюдал из своих экскрементов в куличики лепил человек, занимал для этого очень хороший пост, а закончил вот так, несколько лет умирал. Я сейчас в больнице допустим не люблю заходить, заходишь и видишь, чувствуешь точнее, кто умрет, это прямо поток идет, человек вроде сидит живой, а он уже не живой, вокруг него люди советятся, тяжело это все видеть, поэтому в больницу лучше не ходить по возможности, потому что нахватаетесь там такого, что заболеете сильнее, чем допустим вызовите врача надо. Страшное дело, но это со временем начинаешь чувствовать. Вот еще следующее, ум берет душу для оболочки, душа божественная сама по себе в свою очередь обволакивается духом, а дух вселяется в человека. Ну, возможно, так и есть, я немножко иную концепцию выдвинул, но опять, я же не настаиваю, мне просто показывали, как было в первичном варианте текста, да кто его знает, как было в первичном варианте текста. Если бы увидеть этот первичный вариант и понять, на каком языке он написан, это ведь тоже непонятно. Для этого нужно просто понимать, какова была история человечества после глобальной катастрофы. Возможно, писец с самого начала записывал слова человека, который писал на другом языке, который мы сейчас перевести не сможем. Поэтому, возможно, до нас эти тексты и дошли. Могло быть всё, что угодно, тайно покрытая мраком. Да, собственно говоря, это не очень-то и нужно в данном случае. Текст говорит сам за себя. Когда ум покидает земное тело, он сразу обретает своё огненное платье, которое он не мог сохранять, когда обитал в теле из земли. Тело из земли это имеется в виду трёхмерное тело, от которое вы в зеркале наблюдаете каждый день. Почему? Ну, всё очень просто. Когда тело формируется в утробе матери, оно начинает расти, откуда оно берёт строительный материал из того, что произрастает на земле. Вот. Растения, молоко и так далее. Это всё первоэлементы земли, атомы, молекулы. Это всё земное. Поэтому в данном случае человек, который писал про атомы ещё не знал, но написал правильно, ничего с этим не сделаешь. Ибо земля не переносит огонь, чьей одной лишь искры хватило бы, чтобы сжечь её. Но опять речь идёт не об огне, который в виде пламени, от сгорания, допустим, дров. Речь идёт об другом огне. Вот почему вода окружает землю и служит ей преградой, которая предохраняет её от пламени огня. Но ум, самая тонкая из божественных мыслей, использует как тело самую тонкую из стихий огонь. Он берёт его как орудие для своих творческих деяний. Вселенский ум использует все стихии, человеческие же только стихию земную. Лишённый огня он не может создавать божественные творения. Человеческий ум предназначен для человеческих условий. Ну вот здесь идут такие пересечения. С одной стороны так, а с другой стороны здесь же говорится дальше там по тексту, что да и ранее там было сказано о том, что человеческий ум тождественным уму универсальному, который его и создал. И у человека есть такой потенциал достичь божественного состояния. Ну это вот как раз уровень святых, которых земная жизнь интересовала меньше всего, которые находились уже на другом уровне своей личной эволюции, своего личного развития и трансформации. Это люди, которые никогда не возвращаются уже дальше на землю. Да вот, кстати, такой пример интересный с Этигеловым. Тут правоверные христиане носятся с какими-то сушёными костями, непонятно кому принадлежащими. А тут сидит целое тело, которое, как доказывает медицинская практика и исследование, находится в состоянии жизнедеятельности. То есть оно не разлагается, в нём все процессы протекают, но очень медленно. Ну, единственный нюанс, там очень тонкая связь с душой. Я примерно описывал там это в своей книжке, как происходит. Но опять, это то, что мне как бы показали в отрывочных, назовём видениями. Сидишь в медитации, задаёшь вопрос, тебе приходит ответ. Было такое понимание, как на самом деле происходит. Ты кто его знает? Ну, есть просто у нас факт. У нас есть тело человека, которое не умерло и не разлагается, но не реагирует на внешние раздражители. Оно не может реагировать, потому что души там нет. Там есть фантом, который поддерживает тело. Когда исчезнет фантом, начнёт разлагаться тело. Вопрос, когда он исчезнет, это другой вопрос. Но это связано как раз с оболочками. Когда душа оставляет одну из оболочек, которая обеспечивает взаимосвязь с более грубыми оболочками, она уже не возвращается. Но это нельзя сделать просто по щелчку. Это очень сложный процесс, ни одного перерождения. Те люди, которые... Это процесс, в котором нужно работать над собой, и люди, которые этого состояния достигли, но они его не за одну жизнь достигли. Такие дела. А вот, кстати, тут дальше. Ибо согласно порядку Божьему, иное тело не может принять человеческую душу, ибо она не смогла бы спуститься в тело твари бессловесной. Действительно, закон Божий предохраняет человеческую душу от подобного оскорбления. Ну вот, то есть, дальше идёт тоже интересный пассаж. Наказание души совсем иное. Когда ум стал демоном, и когда согласно распоряжениям Бога он обрёл тело из огня, он входит в безбожную душу и бичует её плетьми из грехов. Но это вот, кстати, к вопросу о подселении. В церквях их много, и почему-то, как правило, это женщины. Ну понятно, почему женщина ближе к земле, к вибрациям земли, чем мужчина. Мужчина-творец, он связан с процессом творческим. Женщина связана с делами земными. А посему низкая вибрация больше открыта для входа другой низкой вибрации, потому что демонические сущности, хотя имеют огненную природу, но это природа не того огня, который уводит душу в высшие сферы. Это то, что живёт на земле, но то, что не имеет тела. Но оно может использовать тело человека как сосуд. Но очень просто происходит. На примере, какой пример можно привести? машина, вы за рулём. Подходит дядя здоровый, вас отодвинул на правое сидение, сел и начал рулить, прохожих сбивать, в машины другие врезаться. Потом он ушёл оттуда, пришёл гаишник, опа, а за рулём-то вы? Ну, вас и наказывают. Вы объясняете, да тут дядя был здоровый, а его же никто не видел. Ну, точно так же дела обстоят с демонами и прочими подселенцами, которые овладеют человеческим телом. Тело — это машина, это нужно помнить. Тело смертно, душа — нет. Но душу можно поломать. Человек это может делать при помощи своих собственных действий. Ну, об этом сказано в различных текстах, про семь грехов и так далее. Кстати, в герметическом своде их 12. Сейчас, может, до них я доберусь. Ну, вот ещё по душам. Между душами существует общение. Души богов общаются с душами людей, души людей — с душами животных. Более сильные берут под свою опеку более слабых. Боги людей — люди твари бессловесных. Ну, животные у всех дома есть. Ну, у многих. Вот эти как раз так опять. Животные же берут характер своих хозяев. Зачастую. Ну, если понаблюдать, то так оно и есть во многом. Копируют. Не то, что копируют. Это происходит всё на уровне тонких оболочек. Мужчина и женщина прожившие много лет вместе в качестве семьи. Как правило, имеют даже одинаковый внешний вид. и, соответственно, очень часто одинаково думают и так далее. Опять, связано с общением на, первую очередь, на метафизическом уровне. поэтому как бы в герметическом своде есть много моментов, к которым следует относиться ну, не настороженно, а анализировать их и не принимать на веру, что вот только так есть, а больше никак. Если вы начнёте говорить так, то вы ничем не начнёте отличаться от религиозных ортодоксов, иудеев, правоверных христиан, исламистов и так далее. Вот сейчас неоязычество появляется, ну, на мой взгляд, это не совсем нормальные люди, потому что, ну, извините, кто может из вас слушает, ну, опять, это моё личное мнение. Я просто там некоторые видео в интернете смотрю, высказывания слушаю. Ну, ум человека связан с информационным потоком. Когда вы пытаетесь откатить информационный поток на тысячу лет назад, говоря, а так жили наши предки, откуда вы знаете, как они жили? Вы сохраняете духовный стержень, воинский стержень. Славяне — это народы воин, воин. Мы тут периодически занимаемся... Сейчас, немножко в сторону отойду. практической стрельбой и организацией взаимодействия в группе работа. Это всё официально на законных основаниях через Федерацию стрельбы. и отрабатываем это на страйкболе. Для чего он нужен? Вообще бесполезное занятие. Хорошо работать в штурм помещений. И там всё вылазит на свои места. Так вот, очень много умных людей, которые занимают неплохие должности и так далее. когда начинаешь такой штурм, они сразу оказываются выкашенными. Почему? Потому что не умеют работать в группе. Вот воин, человек, умеющий работать в группе. Не надо показывать своё я. нужно слушать других, анализировать, выбирать одного лидера и работать таким образом. Вот многие современные славяне это делать не умеют. Я когда считаю, допустим, как люди ругаются в комментариях к какому-то видео и так далее, какие пишут оскорбительные комментарии, в чём пишут, как правило, люди, которые, скорее всего, из себя представляют пустое место. Но им нужно выпреснуть свою отрицательную эмоцию, агрессию и так далее. Ну, это показатель того, насколько наше общество больно, в первую очередь, наш славянский народ в том числе. Но прежде чем лезть в высокие материи, проще разобраться с самим собой. А это как раз связано с вопросом о развитии осознанности. Кстати, об этом в герметическом своде ничего не говорится. Спасибо, Георгию Ивановичу Гурджиеву и Петру Демьяновичу Успенскому, которые наковыряли эту информацию из других источников, которые сохранились на Среднем Востоке. Сохранились потому, что туда лапки проверных христиан не добрались. И у их иудеев христиан. Посему эти книжки не сожгли, их не упрятали в архивы, и благодаря этому появились труды Гурджиева, Успенского, ну и меня. Так. Вот еще такой пассаж про душу. Душа без ума не могла бы ни говорить, ни действовать. Часто ум покидает душу, и тогда она ничего не видит, ничего не слышит и похожа на бессловесную тварь. Ничего не напоминает. Вон как велико могущество ума. Но он не поддерживает души порочные и оставляет их привязанными к телу, которое тянет их вниз. Такая душа, сын мой, лишена ума, и в этом случае существо не может больше называться человеком. привязанность к семи грехам, к двенадцати по герметическому своду. Или скорее не побоимся сказать правды, настоящий человек выше их или по крайней мере равен им. и осмелимся сказать, что человек смертный Бог, а небесный Бог бессмертный человек. Но вот есть такая параллель, и она во всех трудах последователей герметического свода присутствует в средневековых трактатах и так далее. Церковь-то за изучение этого труда гоняло, на костёр можно было угодить. Почему? Да потому что всё, что написано здесь, противоречит той информационной среде и той информационной картине, которую рисовали эти ребята целую тысячу лет, если не больше. В разных регионах по-разному. Так, сейчас, секундочку ещё дористаем. Вы уж меня простите за то, что как бы текст, который я проговариваю несколько рваный, но говорю, говорить о герметичной и об изумрудной скрижали как-то более цельно не получается. Почему? Ну, текст надо читать. Не читаешь текст, ну вот, я вам даю отрывки, которые, возможно, вы читали в других текстах. Это либо тексты с Востока, либо тексты из средневековых трактатов. Но это всё берёт начало вот отсюда. Информация об устройстве мира во все века черпалась из одного источника. Просто люди его по-разному интерпретировали. Сейчас, секунду. Ну вот, пассаж ещё про душу. Но если ты заточишь душу свою в теле, если ты её опустишь, если ты скажешь, я ничего не понимаю, я ничего не могу, я боюсь, я не могу вознестись в небо, я не знаю ни кто я есть, ни кем я буду, то что же у тебя общего с Богом? Если ты порочен и зависим от прихотей тела, что ты можешь, что можешь ты уместить в свои мысли из вещей прекрасных и чудесных? Наихудший порог состоит в незнании Божественного. Но быть способным знать, желать знать, надеяться знать, это верный способ достигнуть блага путём прямым и лёгким. Исследуя этим путём, ты встречаешь его везде, ты везде его увидишь там и тогда, когда, где и когда, вовсе до этого не ожидаешь, наяву, во сне, в море, в дороге, ну и так далее. Ум видится в мышлении, Бог в творчестве. Далее, о всеобщем уме. Ум не отделён от сущности Бога, он исходит из этого источника, как свет из солнца. В человеке этот ум есть Бог, и это благодаря ему некоторые люди суть Боги, и их человечность граничит с Божественностью. Это вот как раз о святых и им подобных, в разных странах по-разному наживались. Добрый гений действительно говорит, что Боги есть бессмертные люди, а люди смертные Боги. У тварей же бессловесных ум есть природа. Опять повторение. Напротив, души человеческие, не умеющие ума, как поводыря, находятся в том же состоянии, что и души тварей бессловесных. на вас, окружающих людей, просто посмотрите. Уткнулся в телевизор, пожрал, совокупился, утром на работе произнес серию мыслей, которые не его, а те, которые он услышал в телевизоре. А при этом он себя считает человеком. Но вот у Суфиев как раз вот это разделение было на людей и животных, на людей-демонов и тех, кто достоин называться человеком. Если ты не работаешь со своим умом, в первую очередь это касается всех мужиков, но и женщин тоже. Но для мужчин это важнее. Важнее для душевного здоровья и для здоровья телесного. То тогда вас ждёт очень печальный конец. А под конец жизни такие люди опять ближе к старости очень сильно напоминают именно животных. Тяжело на это смотреть, ну а что? Ты человека не изменишь, его природу не изменишь, в следующей жизни может быть он будет другим. А ещё проблема вся в том, что государство не создаёт среду информационную, ну точнее не государство, а люди, которые им руководят. Потому что государство — это машина, мы об этом в прошлой передаче говорили. Это инструмент, посредством которого люди, имеющие отношение к властным структурам, имеют возможность реализовывать свои замыслы. Ну всё зависит от того, в какую сторону у них мысль направлена. Поэтому возможно, если бы в школе человек получил первичную информацию, эта информация соответствовала бы, черпалась бы из такого стручника, как герметический свод, ну возможно, мировоззрение этого человека претерпела бы эти изменения. Но поскольку это никому не нужно, книжки такие редкость, книжки сейчас никто не читает, все предпочитают смотреть тот же YouTube. Они понимают, что видеоряд, который они в первую очередь считывают, не всегда соответствуют звуковому ряду, и эта информация переработана уже другим человеком, не являющаяся первоисточником. Причем это видение человека, и оно в первую очередь через образ идет. А образ не всегда может быть правильно подобран и так далее. Я, например, использую все эти видеоисточники только как вспомогательные источники с очень критическим подходом к оценке того, что там говорится, особенно показывается при современных способах компьютерной графики и так далее. Сейчас, еще секундочку, пробежимся. Тайная проповедь на горе о возрождении и правиле молчания, глава 13. Ну вот, как бы, вроде как пересечение там с Иисусом, да, к примеру, который тоже там получил определенные знания на горе. Ну, это всеобщая аллегория, и опять, ну, неизвестно, как эта глава называлась тысячу лет назад или две тысячи лет назад. Тексты претерпевали изменения. А возможно, эту историю про Иисуса переписали, основываясь на герметическом своде. Никто ж не знает. Нет. Есть тексты, которые... Да, большинство текстов древности, авторы их неизвестны. Единственное, что это все были подвижники, и спасибо им, что они донесли искру знания до нас, отличного от того, которое нам сейчас впаривают под видом настоящей науки. Вот еще интересный пассаж. Милостью Божией я вышел за пределы себя самого, чтобы войти в бессмертное тело. Я больше не тот, кем был, я рожден в уме. Это непознаваемо через слово, не видится через сию материальную вещь, измысленную для видения земного. И потому я больше не тревожусь из-за моей предыдущей сложной формы, я больше не окрашен, не связаем, не измерим, и чуть всему этому. Ты сейчас видишь меня очами, но с тем телесным очам недоступно мое нынешнее естество. Не этими глазами меня сейчас можно видеть, сын мой. Это же интересный пассаж как раз о душе, о возможности ее выхода, точнее, подключения к информационному полю. Да будет угодно небу, чтобы ты, сын мой, смог выйти за пределы себя самого, как уносимый ночью в сновидении при этом не спя. Не спя это в буквальном смысле, хотя есть и переносный, потому что большинство людей пребывает, к сожалению, в спящем состоянии. Но в данном случае в тексте речь идет о том, что в сновидении душа может видеть определенные вещи, а вот то же самое увидеть, когда душа бодрствует, очень сложно. Это доступно только небольшой группе видящих, к которой я себя, допустим, не отношу. Я через сон могу, иногда через медитацию, но так, чтобы в быту нет, расти еще и расти, но это нормально. Усыпи свои телесные ощущения, и произойдет рождение в божестве, очисти себя от слепных мучителей материи. Но все то же самое говорится в дзенских трактатах на востоке, о том, как достигнуть просветления ума. То есть пересечения постоянные. То есть человеку белой расы, если искать какие-то источники герметического свода, выше крыши хватит до конца жизни, в сочетании с теми знаниями, с правилами жизни, которые дошли на славяно-арийских ведах. Ну, можете еще дзенские тексты почитать и больше ничего не надо. Я, например, почему индийский не люблю читать? Очень сложно произносимые названия, их нужно переводить все время на наш язык, чтобы что-то понять. Ну, зачем это надо? Тут проблемы возникают с текстом, который переведен на русский язык, нужно вникать и понимать то, что тебе говорится. А вот, кстати, сейчас по грехам 12 по телесной. Самое незнание есть первый из этих палачей, второй печаль, третий неумеренность, четвертый вожделение, пятый несправедливость, шестой алчность, седьмой лживость, восьмой зависть, девятый хитрость, десятый гнев, одиннадцатый опрометчивость, двенадцатый коварство. Числом двенадцать, но под ними и под регловенством еще большее количество. Под средством пленения тела они заставляют находящегося внутри его человека страдать через ощущения. Они удаляются мало помалу, правда, не все сразу, это об очищении от этих состояний, от того, кого Бог наделил милостью своею, здесь перевод и тогда ум, слово рождаются в нем, это вторая трактовка текста. Вот в этом-то и состоит способ и смысл возрождения. Практики по остановке ума, которые сохранились на востоке, на дальнем, и которыми не следует пренебрегать. Еще раз по этим практикам, если вы достаточно цельный человек, ими нужно заниматься. Для личностей нестабильных это чревато тем, что можно слететь с катушек. Для этого были придуманы наставники, но их мало. Наставник это тот, как святой, допустим, он видит человека, говорит, что ему делать и так далее. Выбирать этот способ в наше время, опрометчив, потому что количество лженаставников, всяких гуру и так далее преобладает над количеством реально существующих людей, которые могут помочь. Самый безопасный способ начать с малого, самого себя искать учителя в любом человеке, который тебе что-то подскажет. При этом включив свой ум, критически осмыслив, и если человек сказал тебе дело, дело делай. Не знаю, как ещё в этом направлении помочь тем, кто хочет встать на этот путь, на путь управления своим умом и на путь умения остановить ум, поток мыслей. Что такое ум человека? Это неконтролируемый поток, он нескончаемый. Вот с чем сравнимо, ну, кран водопроводной трубе сорвало, ладонь поднесли, закрыли вроде, но только она брыжет со всех сторон по обе стороны ладони, по обе стороны от ладони. Вот то же самое с человеческим умом. Вы вроде центральную линию остановили, ну, хорошо, поток разбился на мелкие рукава. Вот. Но когда вы научитесь останавливать, вы поймаете незабываемое ощущение и увидите тишину, как выглядит метафизическая тишина. Она имеет определенную форму, самое главное плотность. Ну, люди, которые пытались это сделать, меня поймут, скорее всего, видели то же самое. Просто опять я сопоставляю то, что я вижу сам в общении с другими себе подобными. Ну, примерно видения совпадают. Так вот, с чем еще можно сравнить практику по остановке ума? Ну, вот, для тела существуют физические упражнения, накачивание мышц и так далее. Ум ты не накачаешь. Практики по управлению своим умом это практика по наращиванию мышц ума. Мышц слово условное. Это крепкий ум, которым вы можете управлять, видеть и получить способность к осознанию себя. Это очень сложный процесс. Когда мне кто-то говорит, я себя осознаю, ну, начинаешь смотреть, оказывается, не так. Хотя все осознающие, ну, я не спорю, допустим, я себя таковым не считаю. Я не волшебник, я только учусь. Так. Тот, кто получил по милости Божией рождение в Боге, освобожденный от телесных ощущений, познает, как он составлен силами и наслаждается совершенным блаженством. Ну, это вот те редкие люди, которые известны нам под именем святых старцев. Чистая очень душа, очень сильная лишённая страстей и, собственно говоря, земная жизнь не столько интересна, как то, что находится по другую сторону жизни и тоже является жизнью. А вот, кстати, про греков. Потому что, насколько ты можешь, о царь, а ты можешь всё, предохрани эту речь от какого бы то ни было перевода в избежание того, чтобы сии величайшие таинства не попали к грекам и чтобы высокопарные приукрашенные изречения греков не ослабили пыл и действенность, не преуменьшили важность и выразительность нашего языка. Ведь у греков, о царь, есть только пустые изречения для достижения убедительности, а в действительности вся их философия только пустой звон слов. Что касается нас, мы употребляем не простые слова, но звуки, преисполненные действия, в скобках магического. Но в целом, когда читаешь тексты, даже подпорченный такой парадокс теми же греками, потому что переводились тексты герметического свода с греческого, латинского и копского, то надо дать им спасибо, сказать спасибо, отдать должное, перевели хорошо. Текст, понятное дело, что переводчики европейские, которые адаптировали эти тексты, постарались, но текст выглядит очень свежо, ну как будто его писали в 19 веке. Такие люди, как Хазрат и Найадхан, кстати, рекомендую, величайший суфий, очень хорошую подборку книг сделал, кто хочет расширить свой кругозор именно в плане метафизики, Хазрат и Найадхан. Очень простой язык, в отличие от других индийских писателей. Ну, это на мой взгляд, не знаю, может кому-то Оша больше нравится, не знаю. На вкус и цвет все фломастеры разные. Так, собственно говоря, что еще хотелось бы сказать? Ну, это такое свободное обсуждение книги, некоторых ее отрывков, чтобы у вас просто составилось на верное представление, хотя не знаю, как можно составить представление об этом источнике. Его просто надо брать и читать. Да вот, допустим, как описывается планетарное устройство. мир умопостигаемый зависит от Бога, мир чувственный от мира умопостигаемого, а Солнце через мир умопостигаемый и мир чувственный получает для своей подпитки от Бога предаток благо, то есть творческую деятельность. Кроме того, вокруг Солнца расположены восемь шаров, зависящих от него круг неподвижных звезд. Шесть шаров планет, единственный круг окружающий Землю. От этих шаров зависят демоны, от демонов люди, таким образом все и все зависят от Бога. Ну да, есть такая взаимосвязь, отсюда возникла вся наука под названием астрология. Ну, настоящую астрологию могли позволить себе только цари, потому что там очень сложная методика расчётов, да и настоящих астрологов можно по пальцам пересчитать. Вот опять, если ты поразмышляешь о царь, ты увидишь, что среди тел существуют также и бесплодные. Какие? Бесплодные. Какие? Тела, проявляющиеся в зеркалах. Не кажутся ли они тебе бесплодными? Воистину, от ад твоя мысль чудесна, ответил царь. Но есть иные бесплодные. Например, формы. Например, формы. Не кажется ли тебе, что они действительно существуют, хотя и бесплодные формы существ не только душевлённых, не душевлённых? Ты глаголишь истину от ад. Таким образом, бестелесные отражаются в телах, а тела в бестелесных. То есть, мир чувственный отражается в мире умопостигаемом, а мир умопостигаемый в мире чувственном. Посему, почитай, извояние о царе, ибо они так же содержат в себе формы из мира сверхчувственного. Ну, извояние это образ, зафиксированный во времени. Вот, кстати, в последнее время участилось количество бессмысленных памятников какому-нибудь там водопроводчику абстрактному и так далее. Ну, ещё лет сто назад люди ставили памятник только государственным деятелям, которые преуспели в деле построения государства, либо очень уважаемым людям, которые внесли определённый вклад в развитие человечества, либо это были какие-то памятники, связанные с передачей сакральных знаний. А вот в 20 веке, во второй половине, это превратилось в некое хобби идиотизм. И вы его сейчас наблюдаете повсеместно. Это касается любой сферы деятельности, музыки, пения, писательства и так далее. И это всё ум не развивает, это вас погружает в информационную среду, которая вас делает животным, которая умеет читать, но не понимает смысл прочитанного, которая может смотреть на видеоряд, но не понимает то, что она там видит, ну думает, что понимает. На самом деле всё намного сложнее. И не умеет анализировать, естественно, искать то, что стоит за тем или иным образом. Это очень важная часть бытия. Если присмотритесь к тому, какие образы вас окружают со всех сторон, тогда вы поймёте, как работают пассивные генераторы. Всё очень просто и сложно одновременно. Это не то, что пишут в некоторых идиотских статьях про облучатели, которыми КГБ, а потом после них ФСБ облучает граждан, что они в колпачках в алюминиевых ходят для защиты от облучения. Нет. Просто определённый символ в храме, на барельефе здания сидит и работает как излучатель. Вы его не видите на деньгах и так далее. Но об этом есть масса интересного познавательного материала в интернете. Вот это всё работает. так же, как работает ваше имя, так же, как работают на некоторых иконах. Вот у меня такая храница случайную нашёл на одном объекте заброшенном. Значит, изображён образ святого, а по углам написаны имена славянских богов. Вот то, что написано, работает точно так же, как работает облик. А иногда даже сильней. Ну, потому что слово материально точно так же, как облик. И неважно, читаешь ты или нет. Это вот как раз пассивный генератор. Метафизический. Так, что ещё? Про бессмертие души. О, склепий. Всякая человеческая душа бессмертна, но разные души бессмертны по-разному в отношении способа и времени. Войну задаётся вопрос. То есть, у трижды величайшей не все души суть одного и того же качества. Да, так и есть. Тут длинный отрывок я перевожу коротко, прочитываю. Иерархия, непрерывность мира, единство всего. Вот. О единстве мира говорилось ещё чёртки когда. как минимум за тысячу лет до новой эры просто не все об этом знали. Всё нисходит с неба на землю, в воду, в воздух. Только огонь есть оживляющий, ибо он стремится ввысь. То, что стремится вниз, подчинено ему. То, что нисходит свыше, есть рождающее, а то, что поднимается, вскармливающее. Только земля, опираясь на себя саму, есть вместилище всех вещей и воссоздает виды, которые принимает. Это совокупность, которая содержит всё и которая есть все, придаёт движение Душе и миру всему тому, что содержит в себе природа. В многократном единстве вселенской жизни многочисленные виды различаются по их чертам, соединены, однако, так, что совокупность есть одна, и всё исходит из единого. И сию единство, составляющая мир, состоит из четырёх стихий огня, воды, земли и воздуха. Единственный мир, единственная душа, единственный Бог. Это про единого Бога, о котором талдычат нам разработчики иудо-христианской идеологии. Ну, когда очень долго повторять ложь, она иногда становится правдой для определённых кругов, которые не хотят искать истину за пределами этой информационной площадки, которую вам нарисовали. надо стремиться к тому, чтобы подвергать сомнению, ну как, хорошему сомнению, с хорошей стороны, любую информацию, которую я вам даю. Я всегда подчёркиваю, хотите, ни в коем случае мне верить нельзя, вы меня перепроверьте, а в процессе перепроверки вы выйдете на примерно такое же миропонимание, просто вам либо куча литературы надо провернуть будет, либо начать анализировать всё, что вас окружает, в том числе поведение людей, как устроен мир, взаимодействие видов внутри той или иной природной ниши. Тогда вы поймёте, что всё это не есть результат случайной механической эволюции, когда из червяка появилась черепаха. Пускай эти эволюционисты объясняют, как появился утконос, это скрепление, как, смешение чего? Утки и бобра, ну, не знаю, наверное, по их мнению получается так. Обитает он в очень узком ареале, и он нужен там для того, чтобы эта природная ниша существовала в равновесии. Когда изменятся вибрации и состав этой ниши, эти виды уйдут, появятся другие. Если в этом будет виноват человек, то появятся более агрессивные виды, направленные против человека. Поэтому некоторые фильмы ужасов просто, когда животные там рождаются с определенными качествами, направленные на уничтожение человека, имеют под собой вполне разумную основу. Все зависит будет от того, насколько человек в своем стремлении, точнее, не человек, а те, кто заставляют человека быть таким, будут дальше соревноваться создателем. Это нация сумасшедших. Роды и особи. То, что зависит от воли свыше, было разделено следующим образом. Обус обеследуют за видами так, что вид есть все, а особь есть часть вида. Так, например, боги составляют вид, демоны тоже. Так же люди, птицы и все твари, населяющие мир, составляют виды, плодящие особи, подобные себе. Существует иной вид, лишенный правды души, но не ощущений. Это те существа, которые поддерживают свою жизнь при помощи корней, продеревья, закрепленных в земле. Особи сего рода распространены везде. Так, дальше. Превосходство человека, наделённого умом. Душа питается непрерывным движением. Тела развиваются благодаря воде и земле, питательным веществам низшего мира. Дух, приполняющий всё, смешивается со всем и всё оживляет. Но только человеку в дополнение к ощущению дарован ум, пятая составляющая часть, происходящая из эфира. Из всех живых существ только человек благодаря наличию ума возвысился до знания божественного. Вот. Но не всякий человек. Не у всех о восклепии истинный ум. Большинство обманывается, когда прельщается образом, не видя истинного смысла вещей. Так в человеке возникает наваждение, порождающее лукавство. И так первое из всех существ опускается почти до скотских условий. Но я поведаю вам об уме, в скобках о чувствах, и обо всём, что имеет к нему отношение, когда буду говорить о духе. Дальше двойственность человека. Ибо только человек есть тварь двойственная. Так, есть одна из двух составляющих его частей проста. Её греки называют сущностной, а мы сотворённой по подобию Бога. Другая четверичная, то есть составленная из четырёх стихий, часть, которую греки называют материальной или кон, а мы земной. Она составляет тело, которое у человека служит оболочкой божественной части, и то, что с нею связано, чувство чистого разума, почивали сами в себе, как за стеной тела. Здесь может возникнуть вопрос, вроде как древний текст, а отсылка идёт к грекам. Дело в том, что переписчики этих текстов, с которых греки потом всё списали, относились к другому народу. И, скорее всего, это было закрытое сообщество, из которого вышли потом египетские жрецы и им подобные ребята. Вполне возможно, что Моисей к ним и принадлежал. Есть такие версии, и они, пожалуй, имеют место быть, потому что это разумное объяснение всех тех действий, которые делал Моисей. Он слишком хорошо знал метафизическую составляющую мира и природу человека. Только благодаря этому была создана информационная оболочка вокруг так называемого еврейского народа, которая привела их к тому, что мы сейчас видим. Вадим, напоминаю, что у нас ещё есть вопрос от радиослушателей. Время остаётся уже меньше и меньше. Так, наверное, тогда мы закончим. Почему? Ну, как бы, говорить, я ещё раз говорю, об источнике можно много. Я надеюсь, что я зародил интерес у людей к этому первоисточнику. А так, его нужно просто читать. То, что я вам процитировал, уже не знаю, насколько хороший я чтец-декламатор. Временами я себе не нравился, со стороны наблюдал. Ну, не обессудьте. Тексты сложные, и говорить о них по радио сложно. Читать, ещё раз читать. Ну, Алексей, всё. Понятно. Вопросы 22. Хорошо. Хорошо. Сейчас музыкальная пауза небольшая, две минуточки, а потом мы уже переходим к вопросам, которые поступали в чате Народнославянского радио и на нашем канале в Ютубе. Народнославянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok